Русские новости Одна из самых обсуждаемых сегодня тем это ехать ли россиянам, именно россиянам, на Олимпиаду, Зимнюю Олимпиаду 2018 года. Но обижаются очень сильно спортивные чиновники на то, что многих спортсменов лишили медалей Олимпийских Сочинской Олимпиады, так триумфально проведенной и так позорно разоблаченной, как Олимпиада, пропитанная допингом и пропитанная воровством. Обижаются, что отстраняют на длительные сроки или пожизненно спортсменов за употребление допинга. И те медали, которые были завоеваны на прошлой Олимпиаде в Сочи, оказываются переданными официально другим спортсменам, которые не уличены в употреблении допинга. Обида в основном исходит из тех, кто вложился в эти победы, а кто больше всего вложился. Вложилась кремлевская администрация, потому что ей нужен был триумф, а вообще ради чего проводятся все Олимпиады, ради чего вообще люди занимаются спортом. Здесь как раз сочетание такого престижа политического режима и престижа отдельного человека или группы лиц, которые готовят этого человека, чтобы получить те коврижки, которые предполагаются для того, кто совершает спортивный подвиг, становится первым или среди первых оказывается в мире. За это дают квартиры, за это дают депутатский мандат, это Путин широко использовал. За это возникают какие-то возможности, может быть даже в личном бизнесе. Много разнообразных перспектив открывается у человека, если он становится, скажем, олимпийским чемпионом или призером Олимпиады, или чемпионом мира. Плюс работает еще вот эта машина наркотизации спорта. В России это система. Ну, в общем-то, это везде система, но в России эта система особенно циничная. Если в других государствах это такая война фармакологии, и там стремятся к тому, чтобы эту войну вести на высоком уровне, то в России это государственная политика. Посмотрим, в России где-нибудь спорт является предметом престижа, или все-таки спорт это некое массовое занятие, которое повышает тонус нации в целом, которое дает людям радость, которое в целом оздоровляет и укрепляет народ. Этого нигде нет. Нигде нет. В советский период это было. Ну, собственно, становление массового спорта произошло вместе с массификацией самой политики, общества и так далее. Не только престиж. То есть, и был массовый спорт, массовая физкультура, вплоть до того, что по радио и по телевидению везде транслировалась утренняя гимнастика. Потом это все пришли демократы, счистили, не нужен ни массовый спорт, ни массовая физкультура, детский спорт, все это не нужно никому. Ну, нужно, но только в качестве бизнеса. Есть у тебя деньги, приходи, плати. Тотальная коммерциализация спорта произошла в Российской Федерации. Ну, из этого все безобразие. Так же, как во всех коммерческих мероприятиях, которые воровской режим проводит, здесь тоже сплошное воровство. Воровство своя внутренняя политика и на выходе, вот что мы получаем на выходе, скажем, олимпийский чемпион. Вот машина сработала, вложили туда и какие-то научные достижения, фармакологическую часть. То есть, человек вложился своими волевыми усилиями, его современными методиками обеспечивали, современными материалами, тренеры и так далее. Вот огромные вложения, ну, все это, это же не частные какие-то инвестиции, это инвестиции общества в государство. Государство, якобы государство, ну, на самом деле преступный режим, инвестирует в конкретного человека. И вот на пике его карьеры он становится олимпийским чемпионом. И дальше что? Если он свою карьеру заканчивает, ну, допустим, он несколько каких-то престижных званий завоевал, и вот он решил закончить карьеру. После этого у него два пути. Либо полное забвение, потому что он никому не нужен, либо обслуживание этого политического режима. И очень много олимпийских чемпионов, призеров, разнообразных героев спорта у нас обслуживает режим. Сидит в Государственной Думе, не понимая в этом деле абсолютно ничего. Пытается иногда чего-то там вещать по телевидению. Обычно это получается очень колченого. Если человек всю жизнь занимался спортом, все время уделял внимание, можно сказать, своему организму, который должен был превысить средние, не только средние, но и вообще человеческие показатели, то обычно интеллектуальное развитие у него не на самом высоком уровне. Но это в какие-то другие времена можно было сочетать то и другое, и герои спорта часто бывали и интеллектуалами. Сейчас этого нет. Но действительно человечество уже подошло к пределу. Надо выйти за пределы человеческого, чтобы где-то там победить. И эти люди оказываются таким обслуживающим персоналом. Не самым удачным. Некоторые торгуют просто лицом. Их физиономии показываются где-то там, когда нужно власти подойти, что-то там брякнуть, вякнуть в пользу этого режима. Они этим и занимаются. У некоторых язык несколько более подвешен, и они их тогда приглашают на телевидение, они что-то там рассказывают. В особенности сейчас, в момент, когда в большом количестве российских спортсменов отстранили от международных спортивных соревнований, они начинают возмущенно чего-то там говорить о том, как вот безобразно поступают международные чиновники. Ну, может быть, они не знают, поскольку им создана особая среда, они не знают, какая жизнь вокруг них. Они не знают, например, что там, конечно, там несправедливость, конечно, там тоже есть наркотизация, а вот к нам пристальное внимание. А в Российской Федерации разве не так? Мы требуем справедливости от каких-то там иностранных чиновников, от других государств, от международных организаций. А у нас в России справедливость обеспечена? Да у нас она и не ночевала. Невозможно себе представить такую судебную систему, например, как у нас, в какой-нибудь европейской стране. Но бесстыдство здесь просто достигает крайних степеней. Вот недавно я выступал как специалист со стороны защиты на одном суде, потом как-нибудь расскажу более подробно. Мне запретили употреблять слово фальсификация, потому что это юридический термин, а меня пригласили как специалиста, но не юриста, а как специалиста, как они говорят, политолога. Ну хорошо, а что слово фальсификация в русском языке имеет только юридическое значение? Или мне запретили вообще ссылаться на какие-либо законы? Ну, мы же в суде находимся, зачем же на законы ссылаться? Я знаю какой-то закон, вот я вижу, что он нарушен, например, закон об экспертной деятельности. Нарушен закон, я хочу об этом сказать, мне судья говорит, нет, вы здесь как политолог, поэтому... А юридические вопросы мы обсудим без вас. То есть нельзя мне ссылаться на закон. Это вообще фантастика, нельзя ссылаться на закон, и некоторые слова в суде являются запретными, потому что они встречаются в юридических документах. Ладно, это дурь может быть отдельного судьи, ничего подобного. Общая практика именно такова. Идиотизм, издевательство, какая-то невероятная гордыня у этих людей в мантии, непрофессионализм, следование указаний начальства, позвоночное право. То есть все до такой степени испортилось, что всю эту судебную систему просто выбросить и легче станет. Должна быть какая-то другая система. В целом мы живем в справедливом обществе, мы можем кому-то предъявлять претензии, что они несправедливы. Да нет, по отношению к нам, к русским людям, несправедливость перешла уже все пределы, просто все пределы. Поэтому, когда нам рассказывают, что кто-то там несправедлив к нашим спортсменам, то они не наши. С какой стати нам их считать нашими? Вы видели хотя бы одного спортсмена, ну более или менее какого-то уровня, который участвовал бы в русском движении, который использовал бы свой авторитет не в пользу чиновников и начальства, а в пользу русских людей. Если эти спортсмены все-таки потом возвращаются в обычную жизнь, они видят, что происходит вокруг, ну хотя бы они проявили какую-то общественную активность, используя свой престиж, свой ранг, то, что о них помнили, их показывали по телевизору, тот факт, что они могут продемонстрировать свои олимпийские и прочие медали и показать, что они им послужили отечеству. Нет, используют против отечества. Против отечества. Нет национал-патриотов, национально мыслящих людей среди тех спортсменов, которых подготовили для совершения спортивного подвига. И почему же мы должны тогда заботиться о них, их поддерживать, вообще следить за всей их карьерой? Они же превратились в функцию. Где их личностный подход к жизни? Да нет его, нет. Стремятся только в дальнейшем как-то использовать. Вот они тоже сделали инвестиции, потратив здоровье, годы. Они сделали инвестиции в свою карьеру, в свою судьбу. Но не в судьбу нации, не в судьбу государства, не в судьбу народа. Они дальше пытаются свою карьеру как-то раскрутить в какой-то иной форме. Кто-то говорит, я вот там был спортсменом, хочу быть ведущим теленовостей. Ну ради бога. Я был спортсменом, я хочу быть политиком. Пожалуйста, там в Думу приглашают партия «Единая Россия», выдает мандаты. Вот тем, кто, можно сказать, мордой поторгует, посветит где-то там в пользу действующего политического режима. Не народа, не страны, а именно режима. Эти люди не превращаются в каких-то общественных героев. Поэтому и нам. Какая нам разница, какая-то олимпиада. Ну все это обман и фальшь. Весь этот мировой спорт, так же как и мировые СМИ, лжив насквозь. Насквозь лжив. Люди, которые стремятся к спортивным подвигам, они должны переступить к какие-то морально-нравственные нормы. И только тогда они будут допущены до этих подвигов. Ну пусть они переступили через какие-то нравственные нормы. Ну дальше покаялся и стал жить по-другому. По-другому. Кто-то из них живет по-другому. Мы не видим, не знаем, не видим. Вот по политической деятельности я вижу, что не приходят герои спорта в русское движение. Они себя, может быть, и русскими-то не считают, россияне. И что нам тогда до ваших олимпийских побед и до ваших олимпийских успехов? Да ничего. Это индивидуальная трудовая деятельность в пользу нынешнего воровского режима. Соучастие в деятельности этого режима. Соучастие в обмане граждан. Поэтому у меня лично нет никакого сочувствия. Да, там, наверное, несправедливость какая-то. Но это несправедливость в рамках их системы. В рамках их тотально лживой системы. Один лжец другого обманул. Ну и что ж нам об этом плакать, что ли? Сочувствовать одному лжецу, потому что другой лжец его обманул? Ну так все эти лжецы совокупно обманывают нас. Поэтому это совершенно чуждая для нас система. Это чуждый для нас спорт. Наш спорт – это то, что в радость людям. То, что поднимает их личностный уровень. То, что воспитывает на примерах людей молодых или начинающих спортсменов. То, что идет в целом на пользу стране и нации. То, что сделано Путиным – это фактически уничтожение всякого спорта. Спорта нет, так же как нет государства. Нет медицины. Нет образования. Нет науки. Все уничтожено. И окончательно все это добил. Это не только демократы 90-х годов, на которых теперь принято ссылаться. Нет. Вот Путин и путинский режим, и путинские чиновники занимались уничтожением всех социальных систем. Вот спорт – это тоже такая подсистема, социальная подсистема. Она тоже уничтожена. Все превращено в коммерческое мероприятие. И коммерческое мероприятие, которое не приносит пользу его участникам и обществу, а приносит только вред. Только вред. Вот я утверждаю, что все, что связано со спортом в Российской Федерации, наносит людям только вред. Дезинформирует их, калечит самих спортсменов, калечит души людей, имитирует спорт как таковой, и никого не привлекает, возбуждает ненужные, глупые страсти людей, которые никогда спортом заниматься не станут, наблюдая за, скажем, этими футбольными утехами. 2018 год, это у нас еще и год чемпионата мира по футболу в Российской Федерации, который приводит к политическим репрессиям, потому что Путина нужно доказать, что у нас тут порядок, у нас тут плиточки везде уложены, Собянин занимается, уложил всю Москву этими плитками, фактически разграбив московский бюджет и сделав Москву невозможной для проживания москвичей. Рабами здесь можно жить и работать, и рабская работа найдется всегда. А нормальному гражданину в Москве жить уже невозможно. Почему? Ну, потому что захотелось провести престижный чемпионат мира, потому что как-то выборы будут фальсифицированы, мы знаем, а вот после выборов нужен такой вот триумф, чтобы все забыли. Именно поэтому я уверен, что чемпионат мира в России был проведен в результате подкупа футбольных чиновников. Там же тоже сплошная грязь, сплошная грязь. И вот в этой грязи мы копошимся, и нам устраивают вот такие фейерверки, праздники, якобы это праздники спорта, это праздники мерзавцев, праздники мерзавцев. И еще приходят вот эти тупицы, которых называют футбольные болельщики, я думаю, там реально болельщиков, которые занимались когда-нибудь футболом как спортом, ну может быть полпроцента, то есть ничтожное количество, может быть вообще нет. А вообще где сейчас в футбол-то играть? Да негде, все уничтожено, и сами стадионы раньше были открытыми, ты приходишь, можно там мячик покатать на какой-то спортивной площадке, и мальчишки этим занимались, и взрослые люди ради отдыха. И сейчас этого нет нигде. А зачем это? Это не нужно этому режиму. Не нужно спорта как массового явления. Нужны биороботы. Вот их и готовят. Биороботы и биороботы, которые приходят на стадион, там орут. Это самое интересное для них. Вот массово поорать. И они тоже превращаются в биороботы, потому что они совершенно вышибают из своих мозгов все то, что связано с судьбой нации, страны, да и даже своей семьи. Вот эти биороботы считаются очень удобными для нынешнего режима. Россиянами. Футбольные болельщики принимали якобы участие в русском национальном движении. В каком виде? В виде хулиганствующих массовок, которым давали деньги, они этим и занимались. Ну, кому-то в сластье без всяких денег похулиганить, там побегать, поорать матерные речевки. Ну, вообще-то им платили деньги. Откуда эти деньги появляются? Это, конечно, грязные деньги. Люди у нас зачастую прощают подлецам, не думая о том, что откуда эти подлецы берут средства для преимуществ политики. Ну, Единая Россия. Понятно, что эта партия находится на содержании Кремля. Ну, и остальные парламентские партии находятся на содержании у Кремля. И все время говорят, а что же вот они могут, а вы-то что не можете? Ну, зарегистрируйте партию, выйдите на выборы, и вы победите, попадете в Думу, мы вас увидим. Люди совершенно не понимают, что в эти партии накачиваются огромные деньги. И им предоставляются все возможности для участия в средствах массовой информации, для того, чтобы о себе хоть что-то говорить. Партии, которые находятся за пределами Думы, раскручиваются только с одной целью – создать имитацию какой-то оппозиционности. Тоже говорят, вот Навальный смог, а вы не смогли. А чего смог Навальный? Ну, дайте 100 миллионов долларов, мы в каждом городе создадим свой штаб, наймем квартиры, наймем людей, и будет такая же. Ну, только это нам не нужно. Это имитация. И вот люди обращают внимание на эти имитации. Так же и в спорте. Но мы же видим, что это имитации. Ну, какой футбол? Да нет никакого футбола. Нанимают людей, которые вообще не живут в России. Какие у нас национальные якобы чемпионаты? Да нет там ничего национального. Там сплошные иностранцы во всех командах. Плюс еще вот этот коммерческий оборот. А деньги-то откуда берутся? Откуда берутся деньги? Это реклама прежде всего, которая на все спортивные соревнования навешивается, и вы от нее никак не избавитесь. Вы становитесь потребителями этой рекламы. То есть, вас превращают в дебилов. Вы, как дебилы, покупаете то, что вам не нужно. Или то, что вам навязывают. И это делается через спорт. То есть, спорт является просто средством для раскрутки рекламы. В том числе, как мы видим, и политической рекламы. Вот эти физиономии спортсменов становятся товаром для того, чтобы вас дебилизировать, и чтобы вы шли голосовать за своих врагов. А сейчас у власти находятся наши враги. Антирусское правительство, антирусские политики. Они не афишируют свою антирусскость, но, как нам Господь Бог заповедовал, судите по делам. Вот мы и судим по делам. Антирусская власть, воровская, коррумпированная, изменническая. Спортсмены, которых раскручивают специальные, в которых вкладывают, все это поддерживают. За ваш счет все это делается. Конечно, их там собственные таланты, то, что дано от природы, и то, как их там заставляют тренеры. Но все-таки это за наш счет. Деньги собираются со всех, за счет налогов, якобы у нас развивается спорт. Нам он нужен, этот спорт? Да абсолютно нет. Потому что кроме дебилизации, нас же самих, эти деньги больше никак не расходуются. Говорим о престиже страны. Никакого престижа страны нет. Ну, смотрите, всероссийский праздник Сочи, Сочинская Олимпиада, и всемирный позор, воровство и наркотизация спортсменов. Я уже не говорю про подкуп судей, подкуп, закупку спортсменов иностранных, которые мгновенно получают гражданство. Ну, какой же это национальный престиж? Это опять воровство и опять позор. Но если мы не чувствительны к этому позору, то мы действительно превращаемся в рабов. Я предлагаю русским людям занять позицию чума на оба ваших дома. Уж точно ни в коем случае не сочувствовать тем, кто действительно был включен в эту систему фальсификации спорта, получил вот эти свои престижные звания. Да, мы знаем, что вы получили престижные звания, и честь и хвала вам за личный вклад в спортивный подвиг. Но вы находитесь в системе, которая для нас абсолютно враждебна. Абсолютно. И если вы не переходите после, хотя бы хорошо, вы там нагрешили, потом перешли все-таки на сторону правды, и выступили в защиту массового спорта, организовали какую-то спортшколу для детей, прекратили обслуживать этот режим, ну тогда ваши грехи, ну можно сказать, мы о них забудем, они зачтутся там где-то, может быть, Господом Богом. Но вы совершили массу подлостей, чтобы, может быть, незаметных для вас, для того, чтобы дойти до степеней известных. Но потом вы что-то поняли для себя, и у вас другая судьба. Но если судьба подлеца продолжается, чего мы вам будем сочувствовать-то? Или если вы намерены и дальше в том же духе идти, если вы никакого сочувствия к нам не испытываете, сочувствия к народу, к стране, которые обмануты, дебилизированы, тогда и с нашей стороны не может быть никакого сочувствия. Да быть проклят этот чемпионат по футболу в Российской Федерации, кроме вреда он не нанесет нам ничего. Вот проводили там какой-то Кубок Конфедерации летом, так запретили все митинги, все шествия, все, согласуйте с ФСО. Причем здесь ФСО, есть закон. А Путин выпустил указ, запретите все, запретите. Ну якобы другой порядок. Это не другой порядок, это тотальный запрет. И сейчас на чемпионате мира опять будет тотальный запрет на общественно-политические акции. Для чего это сделано? Для того, чтобы после выборов, если вдруг возникнет волна возмущения, ее накрыть вот этим запретом, полицейскими акциями. Вот для чего проводится чемпионат мира. Для того, чтобы фальсифицированные выборы скрыть, задавить всех недовольных политическими репрессиями. Потому что Путин издал указ. Указ соответствует конституционной норме? Нет. В суд пойдем, а зачем нам туда ходить, когда мы знаем, что там конституционные нормы растаптываются? В любом случае, в любом случае, если судятся чиновник и гражданин, чиновник и государство, в какую сторону решение будет принято, мы знаем заранее. Знаем заранее и всегда. Других вариантов не бывает. Поэтому нет правды, нет справедливости в Российской Федерации. Вообще нет никакой. Только в отношениях между двумя людьми это может быть. В отношениях между русскими людьми должна утверждаться, помимо этого государства, справедливость. Я стою в какой-то позиции социальной или политической, от меня должна исходить только справедливость. Вот это позиция русского человека. Я знаю, что мир тотально несправедлив вокруг меня. Я знаю, что путинский режим воровской, изменнический, и от него справедливости ждать нельзя. Но от себя мы должны следовать только принципу справедливости. Этот принцип нам говорит, никакой поддержки путинской политики в области спорта. Или использованию спорта в качестве политики. Никакой поддержки быть не может. Соответственно и спортсмены. Это не наши национальные команды. Это команды Путина, им сформированные ради своих собственных подлых интересов. Эти интересы с нашими не совпадают ни в малейшей степени. С нашими интересами будет совпадать массовый спорт, массовое оздоровление нации. Поддержка спортивных подвигов, которые совершают не биороботы, а нормальные, обычные русские люди. И тогда спортивная политика вернется в лоно национальных интересов. Сейчас мы не можем оказывать никакой поддержки так называемым спортсменам, так называемым национальным командам. И ради бога, отрекитесь от боления за спорт. Прежде всего, отрекитесь от увлечения футболом, потому что это страшное позорище для нашей страны. В других странах тоже это все есть, но нас интересует своя собственная сторона. Вот позор, это футбол, это позор нации. То, что у нас происходит с навязыванием на вот именно этого вида спорта, как чуть ли не самого любимого, самого массового с точки зрения внимания граждан, это позорище. Русский человек перестает быть русским, когда он приходит на стадион. Ей-богу, это так. Ей-богу, это так. По-другому не получается, потому что либо ты русский, либо ты болельщик. Вот болельщик перестает быть русским, когда он болеет. И даже если эти болельщики приходят на русский марш, вот они на русский марш иногда приходили, они приходят не как русские люди. Они продолжают оставаться болельщиками. И смотреть на них, это просто одно отвращение, больше ничего. И они вызывают отвращение. И даже у тех, кто не особенно интересуется спортом, ну вот просто картинка, которую создают болельщики, это чудовищный позор. Чудовищный позор. И я призываю молодых людей, займитесь чем-нибудь другим, какими-то другими вопросами. Если у вас есть стремление к чего-то любить, то не надо любить футбол. Вот это самое главное. Футбол это не объект для любви, для интереса. И даже теперь заниматься-то футболом невозможно, потому что негде. Вы не футболист, поэтому о чем идет речь? Давайте мы оставим эти стадионы, которые предназначены для дебилизации нашего народа, пустыми. Давайте мы просто не будем туда ходить. Ни на какие соревнования. Они построили за наш счет эти громады, вложили туда колоссальные деньги, разграбили еще столько же, сколько вложили в реальное строительство. То есть это проект воров. Давайте в нем не участвовать. И будем добиваться того, чтобы в России была русская власть, русский массовый спорт, русская массовая физкультура. Но главное, чтобы в России было построено русское национальное государство. Для этого мы и живем. Продолжение следует...